В эфире Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкий. Мы будем говорить о безопасности медработников. Людмила Ильясовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вчера в Якутске произошел инцидент на фельдшера скорой помощи во время вызова. Напал человек, он находится до сих пор в розыске. И сразу же вновь остро стал вопрос о безопасности медицинских работников, в частности именно тех, кто работает в поле, это врачи скорой помощи. Во-первых, как себя чувствует фельдшер сейчас? Подвергся нападению и нашли ли виновного? То есть, может быть, какие-то уже есть следы горячие? Нет, по поиску тот, кто нападал, информации нет. Я думаю, что этим занимаются следственные органы. В отношении нашего медицинского работника действительно было наизнести достаточно тяжелое повреждение. И пострадал позвоночник. Сегодня он находится в определенном корсете для того, чтобы все это стабилизировать. И мы понимаем, что вот это повреждение позвоночника, она принесет себе отпечатки на всю оставшуюся жизнь. То есть, это так просто не пройдет. Ну, позвоночник – это такое. После каждого подобного случая звучат различные предложения. Как же избежать этого в дальнейшем? Это и принять отдельный закон, может быть, снабдить видеорегистратором машины и самих врачей. Что еще? Было предложение к бригадам представлять полицейского, сточить наказание виновным. Вот на ваш взгляд, какое из этих решений может быть эффективным? Я считаю, что вот действительно скорая помощь, она работает в экстренных условиях. То есть, они выезжают и оказывают медицинскую помощь по различным ситуациям. То есть, это не только виды заболеваний, но это и иные экстремальные условия в том числе. То есть, мы сегодня говорим, что служба МЧС имеет какие-то льготы законодательно закрепленные. Сегодня в отношении медицинских работников нормативной базы таковой нет. И вот, понимая, что случаи стали учащаться, они имеются не только в Российской Федерации, но они стали появляться и по Республике Саха-Якутия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, пока будет принято законодательно какие-то нормы в отношении медицинских работников, думаю, что нам здесь, в Республике Саха-Якутия, необходимо подписать соглашение с полицией, с Министерством внутренних дел по взаимодействию именно, когда идут вызовы, вот предполагающие какое-либо агрессивное нападение в том числе. Потому что те вызовы, когда мы выезжаем на травмы, на различные огнестрельные ранения, вот это был вызов на ножевое ранение, или когда идет в состоянии алкогольного опьянения, какие-то случаи, я думаю, что надо сделать свой нормативный акт в виде соглашения. То есть в какой-то степени предугадать такую ситуацию возможно, в принципе? Я думаю, что да. То есть опять же, адрес? Однозначно, однозначно это возможно. Просто такого количества случаев ранее не было. Но коли они стали появляться, мы должны защитить своих медицинских работников. А вот сказываются ли такие подобные случаи на текучке кадров, что называется? Работа работников, как вы говорили, скорая помощь, и так в экстренных... То есть в экстренном режиме всегда работает, и одна из самых стрессовых, наверное. То есть и это накладывает такой отпечаток на текучесть кадров. Конечно. Подобные случаи тоже вероятны. Конечно, мы понимаем, что человек, когда устраивается работать на станцию скорой помощи, то есть он уже в себе несет какие-то элементы опасения за свою жизнь в том числе. Но тем не менее люди идут, ребята идут работать, и молодые, и юноши, и девушки идут. И поэтому наша задача создать все условия, чтобы работа была безопасной. Вообще в целом такой для справки вопрос, сколько сегодня у работников именно скорой помощи, сколько у нас бригад в Якутии работает примерно? Сегодня работает 17 бригад, но это то количество, которое мы будем еще дальше увеличивать. И работники станции скорой помощи, они работают, по сути, в достаточно жестком режиме, потому что бригад скорой помощи не хватает. Количество вызовов у нас, оно не растет, но тем не менее, все равно это очень интенсивный труд. И естественно, что нам необходимо создать все условия, чтобы, наоборот, ребята приходили. А есть ли какие-то определенные требования для предъявляемых именно к кандидатам, которые хотят устроиться на скорую работать и уже работают? Ну, это прежде всего люди, которые должны иметь среднее медицинское образование. Это или фельдшер, или это средний медицинский работник, или это врач, это имеет высшее образование. И, естественно, по этому направлению должен быть сертификат обучения именно основам оказания скорой медицинской помощи. То есть это не просто люди, которые приходят с обычного звена, с поликлинического звена, а это специалисты, которые подготовлены работать именно в экстренных условиях, условиях оказывать и диагностировать здесь на месте быстро и принимать достаточно оперативные решения. То есть это, грубо говоря, специальные курсы проходятся дополнительные для врачей, если, к примеру... Да, людей готовят к этому, специалистов, медицинских работников мы готовим. То есть это постоянно повышение квалификации, повышение уровня профессионального, потому что вы понимаете, что буквально за несколько минут надо поставить диагноз, надо назначить адекватную лекарственную терапию, чтобы человек сразу же стал легче. И при этом постановка диагноза зависит ещё от того, в какое медицинское учреждение его вести. То есть буквально в считанные минуты надо поставить диагноз, когда мы в поликлиниках, допустим, или в стационарных учреждениях. Мы же можем для этого потратить там несколько дней. Педмила Ильясовна, возвращаемся именно к теме обсуждения безопасности работников, к инциденту вчерашнему. То есть мы уже сказали, что в принципе такие ситуации предугадать можно. Но вот не считаете ли вы, что проявление агрессии подобной в отношении службы 03, этому способствуют различные слухи? То есть, к примеру, распространяемая в соцсетях информация какая-то о том, что якобы, к примеру, служба 03 станет платной. Может быть, подобные слухи тоже как-то способствуют? Вот все информационное сообщество сегодня – это ситуация, когда люди видят ряд примеров. И по сути, возможно, что если смотреть на это со стороны какой-то морали, то звучит как антиреклама. То есть если это делается, то это позволительно. И эти случаи могут сами по себе провоцировать действия иные. Но, возможно, это тоже как бы отдает отпечаток на ту действительность, которая сегодня у нас происходит. Но, тем не менее, что бы ни происходило, вызовы современности, они и нас должны отстраивать на то, чтобы мы были защищены. И в том числе наши коллеги, которые выезжают. Сегодня на станциях скорой помощи, на машинах скорой помощи, стоит система ГЛОНАСС. Она в любом случае позволяет отслеживать машину. То есть не только для того, чтобы мы учитывали время доезда, но и в том числе машина находится под присмотром. Она постоянно отслеживается и видно, куда и где она есть. То есть если она в ДТП попала, то уже видно. Если она где-то задерживается долго, то выходит на связь, и это тоже видно. И наши врачи, они обеспечены рацией. То есть они постоянно на связи. А может быть, еще имеет смысл, говоря про то, как обезопасить, вот мы говорили про сотрудничество с правоохранительными органами, может быть, как-то врачей снабдить кнопкой экстренного вызова полиции, вот так, навскидку. Я думаю, что, наверное, такие способы, они имеют место быть, в том числе, допустим, какой-то, может, мини-телефон при ситуации нажимается, и сигнал автоматически идет. Я думаю, что это возможно. Но, наверное, самое главное в другом. Самое главное в том, чтобы сегодня население понимало, и вот это уважение, оно было к медицинским работникам. Потому что сегодня система милосердия, вот наши коллеги, они ведь работают, вот действительно пришли в эту профессию по зову души, оказывают людям медицинскую помощь. Они родились такими, они хотят это делать. И я думаю, что наше общество должно в этом только понимать и помогать. Но ни в коем случае не выступать агрессивно в отношении людей, которые приносят блага. Ну вот, естественно, инциденты подобного рода, они сказываются, ну, могут сказаться и на качестве. То есть, опять же, вот пострадал фельдшер, да, меньше смен стало, да, может быть, на одну бригаду меньше на время стало. Физически, да. Да, но сказываются же еще вот на качестве, на задержках ложные вызовы. Тоже проблема необоснованные вызовы, в том числе. Как бы, они, мне кажется, не способствуют оказанию своевременной помощи. Как вот с этим можно бороться? Я должна сказать, что в последние годы, вот и работа самой скорой помощи и самой системы здравоохранения, да, было действительно раньше достаточно большое количество и ложных, и необоснованных вызовов. Но сама же система скорой помощи, сама медицинская помощь, сегодня выстроили регламент взаимодействия с пациентами так, что сегодня люди начинают понимать, что является основанием для того, чтобы вызвать скорую помощь. И при этом, когда идет опрос диспетчера, да, то очень четко задаются вопросы, на которые уже диспетчер, сам понимая, а не психологи в этом плане, отсеивают ложные вызовы и принимают те, которые являются основанием. То есть, да, эта работа проведена, и она сегодня имеет достаточно серьезный эффект. То есть, у нас количество ложных и необоснованных вызовов снизило значительно, практически единицы. Вот вы говорите, диспетчера уже на уровне приема вызова, они отсеивают ложные. То есть, они все-таки проходят какую-то психологичную, по психологии подготовку, вероятно. Ну, это школа, это та школа, потому что на службу диспетчерскую, это очень важный пост, мы туда направляем, там работают люди, которые имеют очень высокий уровень квалификации, имеют большой стаж на станции скорой помощи. А вот недавно по федеральной программе в республику поступила большая партия к реанимобилей и машин скорой помощи, то есть, это современное оборудование, опять же, технические средства. Что-то для безопасности, опять же, в них присутствует, оснащение какое-то? Вот именно для безопасности, я думаю, что эти реанимобили не для пациентов, да, они полностью оснащены для пациентов, это самые хорошие, комфортные условия, и это условия жизнеобеспечения. Для медицинских работников, к сожалению, таких каких-то безопасных услуг пока еще нет. Ну, а видеорегистраторы как-то помогают? Ну да, конечно. Дело в том, что именно видеорегистраторы, сегодня которые установлены вообще в медицинских организациях, они дают очень большую поддержку, не только, допустим, моральную, потому что человека это сдерживает, во-первых, а во-вторых, это и юридическая основа для того, чтобы предъявить какие-то претензии в отношении того человека, который некорректно себя ведет. Людмила Вячеславовна, последний вопрос, времени у нас, соответственно, не так много, на Ваш взгляд, что нужно кардинально менять, чтобы медицина действительно стала вежливой? Сегодня действительно все делается и по комфортности условий, да, и сегодня медицина, она идет на вежливое. У нас есть ряд нормативных документов. Мы в республике Саха-Якутия сделали свои приказы, которые отличаются, допустим, от каких-либо норм Российской Федерации, да, но при этом самое главное, чтобы было двустороннее общение. Мы очень надеемся, что вежливое оно будет и в отношении от пациентов, медицинских работников, от населения. То есть, инициатива должна идти с обеих сторон. Она должна быть взаимной. Спасибо большое за эту интересную беседу. Я напомню, что это было актуальное интервью. В гостях у нас была заместитель министра здравоохранения Республики Людмила Вербицкая. Мы говорили о безопасности медработников. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего актуального и интересного.